всем привет сегодня поговорим о программе черри 3 и о файлике которые при помощи этой программы я сделал файлик называется my videos и он служит мне надежно и долго как база данных значит вот сайта производителя разработчика программы можно значит посмотреть все варианты установки на винде вот пожалуйста можете там скачать этот инсталлятор и так далее на arch linux там менеджеры программ как правило вишенка есть только нужно подключить дополнительные репозитории и он его там найдет да значит самой значит программе вот программа допустим как выглядит значит уже на при помощи этой программы значит я запустил файлик мои видео и вот сейчас мы смотрим этот файлик где значит можно этот файлик скачать ну вот указание имеется прямо на него непосредственно его скачиваете а также он лежит у меня на кладовочке на меги на меги вот всегда смотрите вот двадцать шестого марта двадцать первого года и дата и время если у вас более старый файлик это можете скачать его и заменить принцип один и тот же вот дальше можете просто нажать вот так вот скачать и без вопросов там уже можете брать и скачивать ну а теперь собственно говоря давайте несколько пробежимся на по разделам значит тут здесь совершенно краткая информация обо мне я уже не стал давать не свой email адрес не свой skype что надо под любым видеороликом пишите если я сочту вопрос интересный мне на него отвечу или пальчик вверх поставлю если что-то скажем так унижает или оскорбляет мое достоинство или мне не понравилось ну я просто такие значит комментарии удаляю вот и все значит вот у меня имеется кладовочки вернее мои файлики по убыванию вот последнее видео я делал значит о программе рмпреп но я могу пойти и сюда и здесь вот видно что начал я выпускать ролики с двух тысяч четырнадцатого года сделая их в количестве 7 штук вот ну любую из них вы можете там пойти посмотреть на там как что там чего видна значит дата там и прочее 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 прочая информация так что пожалуйста значит если что-то вам нужно посмотреть да ради бога ну допустим как ты там делал для себя по песенкам что-то такое ну давайте глянем ага это значит перевод по моему бетловских песенок и по моему еще и да и бетловская песенка love me do ну бетлы мне нравится со школы так что тут вопросов нет значит вы можете по этому же принципу создавать свои собственные там коллекции да что вам нравится он допустим есть у меня там фильм какой индиана джонс крестовый поход то есть практически файлик чари 3 это как бы коллектор или собиратель всей той информации которую вы захотите в него поместить собираете вы кулинарные рецепты да ради бога ну а кто мешает собирать кулинарные рецепты вот что угодно у меня значит здесь вот есть программы для установки можете по ним поползать посмотреть раз дальше значит для терминала тоже есть полезная информация есть информация по операционным системам последнее время я ее не очень-то пополнял но тем не менее можете вот поползать посмотреть вот таким вот образом то есть чем вы как говорится наполните этот файлик тем и будете пользоваться у меня значит этот файлик сопряжен с мегой синхронизирован поэтому вот допустим если я какое-то там изменение сделал любое вот сейчас покажу ну вот например провел вот вот такую штучку затем значит нажимаю на сохранить сохранить и тут же бегу вот видите идет синхронизация как только вот это вот вращение скажем так закончится синхронизация будет выполнена ну или вот этот вот черный кружочек в правом углу меги когда он исчезнет то это будет обозначать что синхронизация закончена вот видно что его сейчас уже нет и синхронизация закончена то же самое вы можете себе сделать кладовочку на меги можете синхронизировать там свой файлик только он один значит и любые изменения которые вы в нем будете делать автоматически будут этот файлик обновлять и проблем у вас особых не будет теперь дальше чтобы ориентироваться по всей вот этой базе данных вот существует функция поиска и вам с нею следует очень усердно потренироваться потому что без нее как без рук вот смотрите поиск искать в данной ветке искать во всех ветках искать веточки и искать в ветви с дочерними искать в именах и так далее а здесь значит не только искать но и заменить если вы там захотите там что-то поменять то идете сюда и принцип тот же искать заменить только в данной ветке заменить во всех ветках во всех ветках с дочерними и в тегах вот такая вот функция поиска очень вам рекомендую основательно с ней поработайте все попробуйте все должно у вас пойти нормально ну вот еще раз я вам говорил значит о том что вот изменения сделаны теперь давайте ну вот я возьму сейчас скопирую словечко глава ну давайте поищем его вот глава 2 ну допустим 3 глава вот смотрите я беру копирую 3 глава затем я иду на значочек якоря в названии вставляю что это 3 глава окей теперь я иду я отдельную на четверточку сделал содержание вставляю сюда вот это словечко выделяю иду на линк иду на книгу ну ну вместо 2 главы я уже вставляю 3 окей ну давайте проверим зайдем сначала на первую главу на вторую и третью как видите вот таким образом создаются значит привязки к любому месту текста если вы например писатель там или редактируете пишите какую-нибудь там книгу и текст очень большой и чтобы в нем не затеряться вам всегда помогут вот такие вот якорьки которые помогают связать определенный участок текста значит памятные вам и вы спокойно уже можете с этим делом ориентироваться значит теперь вот очень интересная такая штукенция вот вот этот довесочек вот первая буковка в нем называется амперсант значок амперсант т равно х столько-то минут у столько-то минут вот теперь значит что сделаем вот смотрите ну вот например видеоролик копируем название сейчас я его воткну вот мы скопировали его название дальше я беру копирую название ссылочки вот копировать вставляю название ссылочки сюда ролика теперь теперь значит вот смотрите я беру название название ролика название копирую вставляю вставляю беру копирую ссылку копирую ссылку запоминайте амперсант т равно х минуты секунды иду сюда вставляю 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 вот вот вставляю вот сюда и вот теперь вот этот апперсандик мне нужно будет вставить вот она Значит, здесь что я сделаю? Я вот так вот скопирую вот этот амперсантик и прочее. Здесь я иду на редактировать ссылку в описании. Вот свойства ссылки. И вставляю сюда вот этот амперсантик. А в нем я знаю, что этот ролик где-то там минут на 12, там на 14. Ну, сделаем на 5 минут. Значит, значение вот сюда вот, смотрите. Вот, x. Ну, допустим, я ставлю 5 минут, секунды. Ну, поставлю я 30 секунд. Окей. И вот теперь запомнили 5 минут 30 секунд. Вот, смотрите, 5 минут 30 секунд. То есть, мы попали точно на указанный участок видео. Опять-таки, чем, значит, это дело хорошо? Тем, что, допустим, у вас есть видео значит, какого-то огромнейшего там концерта, там, на 2-3 часа. На нем куча песен. Практически на начало любой из песен вы всегда можете установить вот эту метку. если потом когда-то что-то будете просматривать вам не надо бегать по всему тексту, там, по всему видео. А просто возьмете и попадете именно туда куда нужно. Вот такая вот очень полезная функция имеется у программы Cherry Video. Поэтому я вам рекомендую ею пользоваться. Итак, значит практически первое значит программа Cherry 3 это значит программа, которая позволяет вам создавать базу данных. Чтобы в ней хорошо ориентироваться нужно владеть функциями поиска поиска и замены. Как якорь работает я вам показал. Как привязка ко времени делается я вам показал. Это вот основные функции программы Cherry 3 которую я использую. У вас может быть что-то там свое другое появится. Тоже как говорится нет проблем. и так значит вот самое мое основное значит я уже об этом деле рассказал. Значит пожалуйста теперь количество уровней и подуровней которые можно создавать. Ну я по-моему там 5 или 10 у меня терпения хватило создавать подуровни. то есть основное и под ним там первое и второе зрение вплоть до 10 безгранично. Все работает как говорится как полагается. Вот поэтому значит я считаю что самое основное вот что я хотел сказать о программе о программе и объединить эти скажем так три видеоролика в одну вот они раз два три вот я сейчас вам в этом ролике как говорится оставлю их просто напросто уберу для того чтобы грамотно работать значит сайтом вам пожалуйста достаточно посмотреть на вкладки которые на нем имеются я их иногда там видоизменяю там дополняю и так далее вот а для того чтобы как говорится вот нормально и полноценно работать с программой чири 3 я вам уже значит сказал то есть шикарнейшая база данных искать искать и заменять пожалуйста привязка по тексту привязка якорем из любого текста и привязка ко времени из любого видеоролика вот таким вот образом на этом я значит заканчиваю желаю вам всего самого доброго и до новых встреч до новых до новых до новых Продолжение следует...